Боже святой Боже святой Будем молиться за детей, будем молиться за семьи, будем молиться и за отцов. Итак, я приглашаю уже прийти сегодня на платформу, а я буду зачитывать всех, кто сегодня пожелал отцы и матери, чтобы церковь совершила молитву за их детей. Итак, читаю, Анатолий Волошин, приглашаем уже прийти сюда на платформу с вашим чудесным подарком от Господа. Николай Белинский, а Виктор Шкуринский. Как вы думаете, это все прекрасные молодые отцы? Дочери, которых я также поздравляю, словами которые сказал когда-то человек мудрый Божий Соломон. Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руки сильного, то сыновья молодые. Я всегда добавляю и дочери так же, и дочери так же. Сегодня на платформе будем совершать молитву, будем прочитывать некоторые слова, которые относятся к отцам. Дети растут очень быстро. И вот как раз Слово Господне подмечает, что у Исаака произошло так же. Дети выросли. Но вопрос, уважаемые отцы, кем будут ваши дети? Оказывается, что у Исаака два сына, близнеца, два родных сына. Но они выросли, и у них был очень другой взгляд. Один был человек полей, один был, так сказать, простыми словами, охотник, зверолов, а другой был человек кроткий, живущий в шатрах. И что сегодня желают отцы, кем бы были их дети, сыновья или дочери? Давайте мы сейчас, прежде не жили, будем молиться, а давайте у них спросим. А вы что хотели? Чтобы наш сын был Божьим сыром. Чтобы он был сыном Божьим. Хорошее желание. Пусть Бог благословит, будем молиться об этом. А вы что хотели? Чтобы служил Богу и был примером для других. Чтобы служил Богу и был примером для других. Хорошее желание. А вы что хотели? Чтобы оба служили Богу. Чтобы служили Господу. И действительно, один муж сказал такие слова. Нет больше радости, когда слышать, что дети наши ходят в истине. Потому, возлюблены Господом. Я думаю, что мы не сможем дать даже всем отцам сегодня помолиться, потому что это займет очень много времени. Но мы и вы сегодня заслушали все то, что желают сегодня отцы получить от Господа по молитве Церкви Господа Иисуса Христа. Чтобы какими были их прекрасные и драгоценные дети, которые Бог даровал им. Потому что действительно, то, что я сказал, что написал когда-то Соломон, вот награда от Господа, это дети. Она награда. Плоть чрева. Тот, что Бог дарует сегодня нашим прекрасным молодым отцам и матерям. Итак, поздравляю вас отцы. Желаю, чтобы Бог исполнил ваше желание. И об этом сегодня мы будем молиться Господу. Я приглашаю братьев-служителей, приходите сюда на платформу. Приходите уже на платформу, потому что вы нужны для того, чтобы взять каждого ребенка и совершить молитву. Итак, молимся Господу. Вовеки благословенный Господь. Я хочу сказать, что сегодня действительно праздник Отца. Это подтверждают Господь. Все события сегодняшнего дня. Это подтверждают отцы, которые сегодня здесь на платформе. Которые сегодня держат на руках своих сыновей и дочерей. И мы радуемся этому, Господь, что Ты подаешь в прекрасные молодые семьи чудесные подарки от Тебя. Подарки от неба. Подарки от небесного Отца. Для того, чтобы отцы могли радоваться Твоему благословению. Держа на руках прекрасных сыновей и дочерей. Потому наша молитва сегодня о них, Господь. Ты слышал, Господь, заявляй их нужды, Господь. И большинство из них, они сказали, что они желают, чтобы их дети служили Тебе. Чтобы они были подобны, Господь, Тебе. Чтобы они были Твоими сыновьями и дочерями. Чтобы они прославляли Тебя в жизни, Господь. И Ты был всегда с ними. Потому, Господь, мы благословляем всех этих сыновей и дочерей. Которые сегодня принесли в церковь Твою, Господь. Принесли предлицо Твое. Да будут они Тобою благословенны. Да будут Тобою хранимы, Господь. Сохрани, Господь, от всякого рода зла. Сохрани от болезни. Сохрани от несчастья. Сохрани от колецства и увечья. Сохрани для царствия Твоего. Сохрани для славы Твоей. Сохрани на радость отцам и матерям и всем нам. Мы отдаем их руки Твоей благодати, Господь. Да будет милость Твоя над ними, Господь. И охрана Твоя. В Твои святые руки, Господь, мы вверяем. На Тебя надеемся. От Тебя ожидаем помощи и благословения. Благослови, Господь, эти молодые семьи, Господи. Благослови материально, чтобы не нуждались. Чтобы имели достаток, Господь. Благослови духовно, Господь. Твоим небесным отцовским благословением. Которое не приносит печали, но обогащает. Да будут они под Твоей охраной. Под Твоей защитой. В тени крыл Твоих, да будут безопасны. И под покровом милости растут послушные. Добрый, Господь, для Твоей славы и радости нашей. Наш вечный Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Я, Господь, послушным быть рабом Твоим. Я, Господь, послушным быть рабом Твоим. Ну а теперь поздравляем всех матерей. И братья вручают прекрасные подарки, это цветы. Пусть ваши прекрасные дети, ваши дочери и сыновья будут такие красивые, как в ответы букеты цветов.